я вам объясняю логику происходящего то что между советским союзом и британии были союзные договоренности подождите то есть англосаксы давайте подведем черту британия хотела британия значит англосаксы привели гитлера к власти добились его нападение на советский союз а потом заключили договор с советским союзом а до этого был заключен договор который на основа который они не могли нарушить да вообще просто великолепно вы замечательный экземпляр мысли то есть вы не понимаете логики я пытаюсь как это я в данный момент вас вижу алкоголика понимаете вы если не хотите бросить пить вы это его и не бросите частности вы если не хотите понять вы этого и не поймете вы можете жить дальше в гегемонии своей правды какой вы себе вот выстрели в голове ради бога я вас если я вас если даже захочу перебить не смогу можете сделать и вы если захотите понять логику происходящего во время я вам объяснил если вы этого не хотите понять давайте сменим лучше тема то есть еще раз вот этот договор один вопрос один вопрос задать вопрос хотеть конечно хотите можете задать но вы не понять не хотите я вам просто задам один вопрос я не буду даже реагировать задавать я просто выслушаю вас скажите пожалуйста а вот этот договор между или англосаксами ну или к нам коллективным черчиллем или просто не коллективным а черчиллем и сталином он был заклют о союзнических отношениях он был заключен ну на основании которого который англосаксы не смогли ну как бы не выполнить он был заключен до того как они начали этот план с гитлером или после 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 а то есть они решили гитлером напасть на советский союз и заключили договор советским союзом и не смогли не выполнить этот договор какие честные англосаксы нет они смогли его не выполнить я же вам рассказываю про паку 17 они по факту его не выполняли этот договор то есть после паку 17 они не помогали со союзом нет 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 они помогали но то что они помогали было мизерно мало понимаете они могли открыть второй фронт они могли воевать полноштабно и гитлер был бы разгромлен задолго до того как это сделал советский союз но когда уже советский союз путем своих потерь многомиллионных потерь гораздо больше чем у британии франции и всех остальных вместе союзников взятых потепел самое потом а за счет промышленности советского союза которая делала танков самолетов больше чем поставляли британия сша и остальные союзники понимаете да особенно это касается автомобильного транспорта всего транспорта всего транспорта а советский союз делал больше автомобилей чем получал по лэнд-лизу вы знаете какое количество авто получил советский вот даже вот этот самый вопрос о лэнд-лизе очень даже самый хороший вопрос то есть нам эти поставки поставлялись не бесплатно нам эти поставки поставлялись как сказать долл причем даже если они доходили то есть права права если даже не доходил то мы обязаны были в будущем оплатить все это я вот не знаю как правоприемник подождите я договорю я договорю я договорю как правоприемник ссср по лэнд-лизу рассчитывалось до 2006 года с жуткими процентами наверно или без процентов насчет этого не знали не знаете а вы знаете что по лэнд-лизу та техника которая была уничтожена на поле боя или пришла в негодность в результате боевых действий не подлежало оплате нет подождите я вас спрашиваю не было но и длина вы знаете что таких оплачено она должна быть была быть оплачена в том который упал лэнд-лизу не было так я была повреждена она может быть возвращена та техника которая не вернулась обратно в сша в британию должна быть оплачена то есть все что было повреждено все это оплачивалось кто сказал об этом то есть техника которая в результате боевых действий была повреждена или уничтожена то вы считаете что она должна быть оплачена понятно все на этом надо заканчивать потому что искать это уже больше чем я могу вынести и и и и и